Село Екатерина Никольская, одно из стареющих ФИАО, стало местом проведения четвертых казачьих игр «Атаманец». Они прошли при поддержке фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В программу вошли конкурс капитанов команд «Преодоление полосы препятствий, школа выживания, историческая викторина, мастер-классы по казачьим ремеслам». Мы в 2019 году ездили на «Атаманец». Мы не выиграли по обстоятельствам там. Потом в 2020 году мы хотели еще раз поехать, но его отменили из-за коронавируса. Прошло два года, и вот мы снова здесь, только уже в другой станице, и готовы побеждать. Ребята продемонстрировали свои умения во владениях шашкой, ногайкой пики, стрельбе из лука, пневматического оружия, метание ножей. А также прошли полосу препятствий и ответили на сложнейшие вопросы викторины. Нам сначала говорили всегда, что мы проиграем. У нас еще четырех человек команда. Вот. Когда был конкурс капитанов, этот командир, он говорил, что за мной будет победа на всех конкурсах. Оказывается, мы идем вперед. Юные казачата прошли школу выживания. Строили укрытия, разводили костер, ловили рыбу из самодельных удочек и варили уху даже самые маленькие участники соревнований. Больше всего понравилось на фланкировке шашкой, ногайкой пики. Потом у нас была рубка лозы, тоже хорошо выделились. Все отлично. Место замечательное. Соревнования соревнованиями, но дружба превыше всего. Ребята с разных регионов, разные по возрасту, не похожие друг на друга, нашли новых друзей и сплотились в единое братство казачества. Казаки! Казаки! Едут, едут по Берлину наши казаки! 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 Едут, едут по Берлину наши казаки! Потому что атаманец это прежде всего казачье братство. Это честность, это трудолюбие, это смирение, это честь казачья, это любовь к семье, к младшим. А здесь мы видели то, что наши казачата бегут по полосе препятствий, но когда кто-то падает, они останавливают свое время, и они бегут, поднимают упавшего. Это самая главная наша задача. Больше нам ничего не надо. Подготовка к играм в этот раз заняла два года. Из-за пандемии соревновательный этап «Атаманцы-2020» был перенесен на 2021 год. Однако образовательную часть все же провели в 2020 году во всех районах области. Официально были поданы 26 заявок, но перед самим проведением игр несколько команд было снято по объективным причинам. Однако география соревнований значительно расширилась. Съехались команды почти со всего Дальнего Востока, Приморский и Хабаровский край, Амурская область и, наконец, вся еврейская автономия. В отличие от прошлых лет, свои команды на «Атамане» с 2021 выставили практически все станицы нашей области. Дети ждут этого. Дети ждут. Они каждый раз, каждый год после игр, начиная, приезжая домой, они уже спрашивают про эти игры. И будет неправильно и нечестно перед ними, прежде всего, когда мы говорим, что это ежегодные игры, не проводить эти игры. Они ждут, они готовятся, они этим живут. Один из дней «Атаманца» особенно запомнился своей торжественностью. 17 июля, в день царственных страстотерпцев, возле поклонного креста, где стоял храм, в котором ровно 130 лет назад молился царевич Николай, совершили чин прибивки знамени Амурского казачьего войска к дыревку. По словам духовника среднеамурского окружного казачьего общества, «Атаманец» не просто соревнование, не просто умение владеть казачьими видами спорта, это еще большая духовная составляющая. На этом мероприятии мы в первый раз, и мы в первый раз, и команда нашего округа в первый раз на мероприятие, нас пригласили организаторы. Мероприятие проводится с целью, во-первых, показать и научить детей, чтобы дети смогли пообщаться с друг с другом, чтобы изучали казачьи традиции, чтобы была преемственность поколений. Может быть, это мероприятие направлено как раз на взаимовыручку, на взаимодействие, на братство, на казачьи. Игры показали, насколько выросла казачья молодежь. Одна из задач «Атаманца» – привлекать молодое поколение оставаться на малой родине, показать, чем гордятся жители Еврейской автономной области. На мой взгляд, это мероприятие крайне важно для нашей области, и не только для области, а для Дальнего Востока, потому что на нем собрались казачьи общества не только нашей области, а и Амурской области, Хабарского края, Приморского края. Они представлены детскими командами, то есть это же все-таки игры. И очень радостно, когда есть преемственность поколений, историческая преемственность. Организаторы «Атаманцы» совместно с «Атаманами ближайших станиц» уже вынесли на обсуждение создание в области казачьего колледжа и школы. В регион привлекают людей, умеющих вести образовательную деятельность в данном направлении. Виталина Овадова, Богдан Патрин, Новости 21.